Итак, дорогие друзья, весна в этом году выдалась такая. Сначала была в апреле весна, потом в мае была опять зима. Посадка огуречка. Так, этих мне, честно говоря, не то чтобы не жалко, а вообще не жалко. Поэтому их я могу посадить сразу парочку. И ничего страшного, если они сгорят. У меня так это плохой какой-то. Вот этот хороший. Вот два хороших. Уже с огурцами. Посажу-ка я их, посажу-ка я их сразу в тепличку. Погорят, интересно, от солнца или нет. Много огурцов сажать бесполезно, потому что вы их столько не съедите. Земля, честно говоря, прохладненькая еще. Будем удобрять тем, что есть. А есть у меня только лишь аминосил. Ой, какая сухая земля. Ну, не холодная точно. О, какая хорошая корневая. Еще недавно это было просто. Череночек. 30 грамм. Перемешаем немножечко. И вот такую красоту посадим. Шо не говори. Огурцы вот эти вечные удались в этом году. На мой взгляд, сразу мульчируем и поливаем. Сразу привяжем. Штырек какой-то, хорошо бы. Вот, блин, сюда подкопаем. Вот таким вот образом, как советуют некоторые товарищи. Тоже за ствол огурца, он может просто оторваться. Не знаю, на таком палящем солнце он сгорит или не сгорит. Посмотрим. Накрыть я не могу, потому что я их подвязываю уже. Простите, пожалуйста, уж огурцы. Здесь повлажнее, я не знаю, с краю только была такая. Ох, красота. Жменьечко красоты. Зип-пакеты все-таки великолепная вещь, конечно. Здесь тоже корневая система. Как видите, так лучше переборожить немножко. Приняная система идеальна. Вот этот лист удаляем. Закопка веревки для меня тема достаточно новая. Хотя многие в интернете этим способом пользуются. Уже достаточно давно. Начнем с двоих. Не надо по-много сразу начинать. Так, ищем леечку. Берем тепленькую водичку, обязательно тепленькую. Палю прям обильно-обильно проливаю. Тем более там вода, ой, земля была очень сухая. 10 литров, отлично. И вернемся сюда через несколько деньков. Посмотрим, как себя чувствуют эти огурчики. А вы не переключайтесь, потому что продолжение будет прямо сейчас. И вот прошло два дня. Огурчики не сдохли. Это уже хорошо, развиваются более-менее неплохо. Но я, правда, еще досадил сюда сразу же, рискуя. Потому что огурцы были под спонбондом. И высадил я их в самое пекло. Но дал я им нормальное питание. И они начали развиваться. По-моему, тут даже где-то есть огурчик. Ослеплять нужно все равно. Нижние части. Это я так просто два дня оставил. Без всяких на то оснований. Все листья развиваются нормально. Кстати, чем больше ботва у огурца, значит, тем меньше солнце попадает на листовой аппарат. Ну, все растения так развиваются. Соответственно, если я притяню уже теплицу, потому что жарень... Такое вот лето в этом году. Весна, точнее. Сначала в апреле было практически лето. Жарень. Многие высадили в теплице. Я ничего не высаживаю. У меня поздняя посадка. Потому что, во-первых, рассада была не готова. Во-вторых, ну, мне кажется, это очень рано рисковать вот так вот. Тем более, в этом году у меня органический год. И с огурцами я вот таким образом решил поэкспериментировать. Посадил, конечно, семенные огурцы. И посадил вот эти вот укорененные пасынки с тех огурцов, которые у меня дома давали урожай. Небольшой, конечно же. Дома не те условия немножечко, не тот объем грунта. И, соответственно, я срезал пасынки. Я показывал в одном из видео. И эти огурцы у меня будут жить, я постараюсь, вечно. То есть я с них еще возьму пасынки укореню. И вот так вот круговорот огурцов будет в природе. И посмотрю, сколько я смогу, насколько меня хватит, насколько хватит огурцов энергии. Сколько они могут давать урожая вообще вот в таком виде вегетативного размножения. То есть один раз купили семена, и вот так вот по кругу, по кругу. Может быть, у меня получится несколько лет, я не знаю. Начал я это все дело в 2024 году. Сейчас 2024 год пока. И развиваются огурцы замечательно. Но у меня в этом году органический год земледелия. То есть год органического земледелия, тавтология, неважно. Когда я раньше высаживал огурцы, всю рассаду я ее обрабатывал по листу монокалия фосфатом. Но в теплице я этого делать уже не буду. Я буду применять только органические методы. Для этого мне понадобится мой любимый аминосил. Там есть и калий, и фосфор. Азота мы найдем где? Вот в этой вот нашей травке. Поэтому сейчас все беремся, собираем крапивку, косим одуванчики. Одуванчики можно рвать, можно не рвать. Я просто собираю в косилку и высыпаю в бочку. Бочку после этого наполняем водой и ждем на такой жаре. Это максимум неделя. Можно поставить эту бочку в теплице. Я в том году ставил эксперимент. Но запах такой своеобразный, очень сильный будет у вас в теплице. И все, когда заходишь, будет классический запах моченой, закисшей травы. Много есть рецептов, когда что-то туда еще добавляют. Но я буду своим классическим пользоваться. То есть крапива, одуванчики, скос газона. Все это одна четверть, одна половина бочки заливается. И, соответственно, потом разбавляется один к десяти. И идет подкормку всем растениям. В позапрошлом году я измерял на нитраты свои огурцы. Они были лучше, чем магазинные. То есть нитратов было значительно меньше, чем в магазинных огурцах. Поэтому переживать на тему заозучивания, мне кажется, нет смысла. И нитраты, они в допустимых дозах тоже, я думаю, несут меньше вреда, чем пользы. Поэтому, дорогие друзья, помним, что сад и огород – это место для экспериментов. Даже если у вас что-то не вырастет, ну, если вы не бизнесом занимаетесь, как бы выращивание всего вот этого, то, соответственно, поэкспериментировать, на мой взгляд, самое будет то, что нужно. И через 10-15 лет вы сможете уже… Ну, у меня вот с 16-го года я начал, получается, с 16-го года. Соответственно, 24-й, 17-й, 17-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. Восемь лет я уже, оказывается, занимаюсь, так сказать, сельским хозяйством придомовым. Экспериментирую каждый год, пробую что-то новое, так, сяк, по-другому. И делюсь с вами своими наблюдениями, своими выводами по органическому в этом году земледелию. В том году минеральное земледелие. Кстати, с огурцами я решил проверить. Один из подписчиков мне в том году посоветовал, точнее, есть предположение о том, что дрожжевой раствор в долгосрочной перспективе убивает огурцы. Они становятся то ли уязвимыми, то ли неуязвимыми. Короче, в этом году я хочу попробовать без дрожжевого настоя, без подкормки дрожжами, которые я каждый год пробовал, потому что мне написали подписчики о том, что через 3-4 недели начинается какое-то непонятное заболевание на листьях. И да, действительно, я замечал такое ежегодно. У меня через месяц, через полтора месяца начиналось что-то с огурцами твориться. В этом году я проверю эту гипотезу, то есть дрожжи я на огурцах применять не буду. Мой любимый монокалия фосфат я применять на огурцах не буду, буду применять, еще раз повторюсь, настой травы для огурцов. Это идеальная адзотная подкормка. Не забываем туда положить лопатку хорошей земли, либо выдирать просто траву, вот эти сорняковые одуванчики и крапиву с землей, с корнями. Тогда все вот эти микроорганизмы почвенные попадут в раствор, в рассол наш, и, соответственно, этот процесс ускорится значительно быстрее. Далее я буду применять комплекс витаминов аминосил. Я думаю, растения будут брать оттуда то, чего не хватает у нас в настое травы. И все. Золы у меня нет, печки нету, золы нету. Хотя зола, на мой взгляд, тоже является одним из неплохих видов подкормки, тем более органических. Даже мне посоветовал злой огородник, есть такой Александр Куракин товарищ, он посоветовал мне в каждое ведро, вот это вот, настое травы, добавлять по одной-две столовых ложки золы. Размешивать, и это будет вообще как комплексное удобрение, которое будет для огурцов просто бомба. Надо искать золу, короче. Погода, кстати, вот такая вот, очень обманчивая, потому что в теплице, вон уже я, тут пять минут сижу, уже потекло. На улице выходишь, тенек продувает. Вон у меня вылезло на лице, такое непонятно, поэтому сижу вот так, стараясь вот этой стороной к вам показываться. Ну, ничего страшного. Помните, дорогие друзья, что самое главное у нас, это здоровье и хорошее настроение. А смех продлевает жизнь. Я вам желаю в конце видео здоровья. Все остальное приложится. Если видео вам было полезно, либо интересно, поставьте, пожалуйста, лайк. До свидания, до новых встреч.